Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Недавно один подписчик написал мне, Дмитрий, я приготовь цыпленка-маренго. Я такого блюда не знаю. Полез в гугл и к стыду своему обнаружил, что это довольно широко известное блюдо в узких кругах. Я бы сказал, легендарное. В 1800 году между войсками австрийцев и наполеоновскими войсками около деревушки маренго в Пьемонте случилась битва. Монопарствовал праздновать победу и потребовал у повара, чтобы кто-то обеспечил банкет, а обоз вроде как еще не подъехал. И повар был вынужден быстренько метнуться в деревню, нахватать, что под руку подвернулось, и из этого изобрести новое блюдо. И якобы Наполеону оно так понравилось, что он в дальнейшем у своего повара требовал все победы отмечать именно этим блюдом. Ну, маловероятно, конечно, потому что я считаю, что в нищей деревушке найти такой набор продуктов достаточно сложно. Скорее всего, предполагаю, блюдо родилось в честь, возможно, этой победы в каком-нибудь там ресторане в городе. Тем более, что Наполеон, по утверждениям очевидцев, на дух курицу не переносил. Он же родом с Корсикой. Корсик крайне нищий тогда она была, и курица была практически единственным белком. И вроде бы как она Наполеону так надоела, что всю жизнь на нее не смотрел. Впрочем, оставим все эти изыскания историкам. Я хочу его попробовать. Итак, понадобится курятина, немного белого сухого вина, зелень, лук-шалот, яйца, чеснок, помидоры, куриный бульон. Я взял куриный миглас, разведу его в воде. Сливочное масло, оливковое масло. И я взял креветки. Хотя интернет убеждает, что должны быть раки. Но мне их найти не удалось в нашем регионе, их крайне сложно найти. Но вы готовьте с раками. Чеснок надо очистить от шелухи, а шалот разрезать на половинки. Большой беды не будет, если вместо шалота вы используете сиенец. Начнем с базового приема французской кухни. Разогреем смесь сливочного и оливкового масла, холодного отжима. Важно использовать именно экстра-верджин. Тут нужен вкус, аромат. Если вы измените его обычным рафинированным, то ничего, кроме дополнительной жирноты, не получите. Именно смесь сливочного масла и нерафинированного, очень ароматного, вкусного, экстра-верджин, оливкового масла дает вот этот совершенно потрясающий аромат. И вот в этой ароматной смеси нужно подрумянить курицу. Именно подрумянить. Обжаривать до готовности не надо. Пока масло горячее, кладу шкуркой вниз. Так она быстрее заколируется. И сразу сюда лук с чесноком. Обжариваю на огне выше среднего. И пока процесс идет, займусь помидорами. Сейчас на дне сковороды образуется так называемый благородный нагар. Это продукты реакции Майяра. Именно они и дадут в дальнейшем соусу вот этот свой потрясающий вкус и аромат. Чтобы увеличить количество этих самых продуктов реакции Майяра, добавлю муки. А чтобы они не сгорели, пора убавить огонь. Собственно, вокруг этих химических превращений построена вся кухня. Пока процесс идет, займусь креветками. Это сыры. Не обращайте внимания на цвет. Просто порода такая. Гамбос-рохос. Пора снять со сковороды курицу. Пусть пока полежит в сторонке. Места на ней не слишком много, чтобы сразу все разместить. А сюда томаты на несколько минут. Чтобы просто немного лишнюю влагу выпарить. Если у вас помидоры прям очень сладкие, этот этап можно пропустить. Не обжаривать их. А я все-таки немного поджарю. Можно уже убрать все для удобства. А вот сейчас будет отступление от рецепта, связанное с тем, что я заменил раков на креветок. Дело в том, что раки вкусны в вареном виде. А вот креветки, как мне кажется, гораздо лучше в жареном. Поэтому быстро их подрумяню, если ему со сковороды. Ну, чтобы не переготовились. Курица-то еще минимум полчаса тушится. А теперь деглазирую сковородку. Сначала вином. А затем уже и бульоном. Ну, в смысле, положу сюда этот деглаз. Ролик, кстати, на канале был. И залью водичкой. И вот теперь все, кроме креветок, можно вернуть в сотейник. И приправить. Соль, перец, мускай от на орех и немного тимьяна. Ну, остается только дотушить курицу до готовности и оформить подачу. Тут тоже не все, слава богу. Во-первых, это блюдо подается с крутонами. А гренка в нашем ресторане называется крутон. Это точно такой же поджаренный кусочек хлеба, только гренка не может стоить 8 долларов. А крутон может. А во-вторых, с яйцом пашот. Крутоны мне удобнее готовить в духовке. Немного соль и немного сухого чеснока. Свежий очень неравномерно пропитывает сухарики. Температура 190-200, верхний гриль плюс конвекция. Минут 5-8 и все будет готово. Что касается яиц пашот. Удобнее варить их в пленке. Смазываю растительным маслом, чуть-чуть соли и все. Пленка прозрачная, сразу видно, когда белок сватится. В курятине еще 10-15 минут томится. Ждем. Креветки надо прогреть одну минуту вместе со всем остальным. Вот такой натюрморт. Я, признаться честно, с некоторым недоверием смотрю на такое сочетание. Сплошной белок, практически никаких углеводов. Курятин и морепродукты в одном блюде. Ну, не знаю. Ну, а начну я с курицы. Какая вкусненькая курочка в соусе, кисло-сладковатом таком. Кислота от вина и от помидорочек, вот этих так маленьких. А сладость от лука обжаренного. Ну, как-то ничего особенного, признаться честно. Так, ну, теперь креветочка. Креветочка вкусна сама по себе. Я так сейчас представю себе раков и там людям представить. Не думаю, что они были бы лучше. Есть только какие-то супер крупные, супер сладковатые, большие такие. Раки, на мой вкус, в сравнении с крупными креветками, немножко более жестковаты. Немножко более суховаты. Креветки-то получше будут. Но кто это такой, чтобы диктовать свои вкусы самому Бонапарту? Так, ну и теперь по крутончику и помидорке. Крутоны, наверное, можно за гарнир считать, да? Интересная игра разных текстур. То есть, сухой такой хрустящий крутон, очень мягкий расползающийся, вкусный помидор. Но, стану ли повторять это блюдо? Да, наверное, нет. Мне кажется, тут больше каких-то извращений вот этих вот, чем вкуса. Можно гораздо более простое блюдо приготовить, более быстро. Оно и повкуснее будет. Но в качестве такого вот интересного, с яйцом пашот, его, наверное, повар для нажористости положил. Может, курочек совсем мало было. Ну, почему бы и нет? Ну, короче, напишите свое мнение, будете вы такое готовить или нет. Спасибо за компанию, всем пока! А я уже есть хочу. Мм, курочек. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!